Приветствую вас и, наверное, будет несколько сложно добавить что-то к тому, что вам уже ответили эксперты, но я все же попробую и начну, пожалуй, так. Итак, поскольку ваш вопрос сформирован достаточно конкретно, то, соответственно, вы понимаете, откуда ваши проблемы. И раз вы понимаете, откуда ваши проблемы, то мы говорим о поведении вашей мамы, которая поступала определенным образом, причем, судя по вашему письму, не самым лучшим образом, так как вам ее поведение не очень нравится, раз вы хотели бы от него избавиться. А точнее, наверное, дело здесь не в том, что оно вам не нравится, а в том, что оно вам вредит. Это просто вредное для вас поведение, которое пришло к вам, как вы, я надеюсь, понимаете, ну, из детства. И вот именно понимание того, что сподвигло вашу маму к тому, чтобы поступать так, как она поступала, и переложение этих условий. И переложение этих условий на себя, например, как раз-таки и поможет вам задобраться с вашей бедой, с вашей проблемой. Понимаете, у вашей мамы были свои мотивы для того, чтобы поступать так, как она поступала. И то, что вы пытаетесь подавить, то, что вы пытаетесь побороться в себе, это ведь ваши желания, это ведь ваши потребности, которые нужно удовлетворять, которые нужно удовлетворять вам, и которые также удовлетворяла мама. То есть попредственности у нас обеих одинаковые. А вот средства для удовлетворения их, а также характеры, ценности, совершенно разные. И из-за этого то, что подходит ей, не подходит для вас. Но она не смогла вам передать правильные триггеры поведения навязаться волей или неволей в свои. И поскольку других триггеров для поведенческих средств достижения ваших целей вы не видите, то отсюда возникает повторение сценария, повторение поведения. И вам нужно вот для начала проникнуться пониманием к своей маме. Проникнуться, понять, почему она поступала именно так, а не как-то иначе. Что ее заставляло, что ее двигало. И тогда вам будет легче, уже осознавая причины, контролировать себя. Контролировать, по большому счету, то, что вы сами делаете. И действовать в соответствии со своими желаниями. Которым надо, безусловно, несколько лучшим образом, чем вы сейчас это делаете, прислушиваться. Которым нужно доверять и которые принесут вам тот самый желаемый результат. На самом деле, наверное, больше добавить нечего. Коллеги, вам здесь все достаточно подробно написали. И я думаю, что общую мысль вы поняли. Я вам только постарался раскрыть максимально подробно вот то, что вам нужно будет делать и для чего и как. То есть, вам поведение не нравится, да? И смотрите, есть конфликт. Есть конфликт. А вам не нравится поведение, которого вы придерживаете. Но что заставляет вас его осуществлять? Вот что заставляет осуществлять и почему не нравится? Нужно разобрать. Это конфликт. Конфликтует две причины. Две мотивационные сферы. Какая-то из этих мотивационных сфер, ложная, какая-то истина. Я заранее не говорю о том, какая из них действительно ложная, а какая из них действительно истина. Потому что то, что вы хотите избавиться от поведения, которое вы видите в своей маме, может быть связано еще и с тем, что мы со своей мамой не в очень хороших отношениях. И принципиально не хотите быть похожей на нее. Таким образом, вы рискуете даже то полезное, что у нее есть, а полезное есть у каждого человека, так ее отринуть. При этом ничего взамен себе не даст, что, безусловно, является для вас негативным последствием. Вот так, я думаю, можно вам ответить. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.